После первого повышения в марте 2017 года родительской платы за детский сад улучшилось питание детей в детском саду, нам удалось увеличить нормы питания до 80% и городской родительский совет обсудил анкеты, проанкетировал родителей всех детских садов, признал то, что действительно питание улучшилось, и поэтому было принято решение отсрочить на год второе повышение родительской платы и перенести с октября 2017 года на сентябрь 2018 года. Средства, которые платят родители за питание в детском саду, идут только на закупку продуктов питания. Ну вы сами понимаете, мы живем все вместе в одно время, цены на продукты увеличиваются, и поэтому в течение вот этого года снова у нас нормы питания уменьшились до 71%, но и некоторые продукты питания достаточно дорогостоящие, уже невозможно было закупать, и в частности ужин у нас сбалансированное питание, детям давали только творожную запеканку. Поэтому сейчас второе повышение, которое у нас будет в сентябре 2018 года, позволит нам уже опять выровнять нормы питания до 80% довести, а если мы будем говорить в рублевом эквиваленте, то это повышение на 9-12 рублей в день, или в целом родительская плата, в зависимости от того, к какой категории детей относятся, то есть для раннего возраста это от года до 3 лет увеличится в среднем на 200 рублей, а с 3 до 7 лет на 250 рублей. Ну и здесь необходимо отметить, что все установленные льготы и компенсации для родителей будут сохранены. Будет пересмотрено 10-дневное меню, то есть в этом меню будет прежде всего уплотнен ужин, то есть это будут мясные и рыбные блюда, и это также и с учетом пожеланий родителей. Как Елена Валерьевна сказала, мы проводили дважды анкетирование, и у родителей были пожелания именно в отношении ужина, поэтому это и учет их пожеланий в том числе. И благодаря этому повышению мы сможем увеличить объем потребления фруктов, мясных и молочных продуктов.